На российско-китайской границе у пункта пропуска Краскина образуются стихийные пробки. Это вызвано ограничениями китайской стороны по количеству грузовых транспортных средств, которые китайские коллеги готовы принять. С целью доставки грузов до складов получатели в КНР от российского грузового транспортного средства отделяют прицеп с грузом, крепят к китайскому тягачу и вывозят с территории пункта пропуска в стерильную зону до пункта назначения. Затем после выгрузки груза китайский тягач возвращает прицеп в периметр китайского пункта пропуска и передает назад в сцепку российскому тягачу. Эти итерации формируют ограничения по количеству транспортных средств. Эксперты с Росгранстрой подведомственного учреждения Минтранса России так комментируют сложившуюся ситуацию. Эти данные согласуются в оперативном порядке между ведомствами Российской Федерации и КНР, а также между приграничными правительствами сторон. Однако, учитывая то, что спрос на экспорт на территории Российской Федерации формируется стихийно, без учета вышеуказанных обстоятельств, то до момента снятия антиковидных мер, предпринимаемых соответствующими странами Россией и Китаем, можно прогнозировать продолжение повышенного спроса на экспорт продукции и, как следствие, напряженность с ожиданием в очереди на проезд через границу сохраниться. Что делать – это другой вопрос, требующий взаимных межведомственных усилий и четкого плана в реализации. Пока обе стороны ищут решение, которое поможет убрать транспортную проблему. Екатерина Зверева, Новости на Восьмом.